Здравствуйте ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Это видео, о котором многие просили. Сегодня я дам тебе простейшую инструкцию. Как превратить 10 тысяч долларов в криптовалюте в миллион. Не за 25 лет, не за 10 лет, а всего лишь за 48 месяцев. Ты скажешь, у тебя нет 10 тысяч долларов, у тебя только 1000. Ты можешь использовать этот гайд для того, чтобы превратить 1000 долларов в 100 тысяч долларов за 48 месяцев. Этот способ был использован буквально каждым миллионером, которого я знаю, и кто заработал этот миллион с помощью криптовалюты. Да, ты слышал множество историй о том, как люди получили баснословные проценты и сделали жизнеизменяющие богатства, буквально угадав с одной той самой монетой. Но это история исключения, за ослепительным светом которых не видно тысяч людей, которые потеряли все, пытаясь угадать так же. Но в сегодняшнем гайде я дам тебе все инструменты для того, чтобы твоя история не была основана на удаче и теории вероятности. Ты не будешь угадывать, какую монету купить, чтобы получить 100 иксов. Нет. Это видео будет буквально ключом к пониманию того, как и куда текут капиталы в криптопространстве. А чтобы сказать мне спасибо за мою работу, тебе можно лишь поставить лайк и написать комментарий, это абсолютно бесплатно. Также не забудь нажать на колокольчик, так ты всегда успеешь первым посмотреть новое видео до того, как его посмотрят десятки тысяч других людей. Начнем с того, что тебе точно не стоит делать. Большинство людей делают именно так, особенно впервые попав на этот рынок, и это полностью разрушает их жизни. Я знаю таких людей лично. Они заходят на CoinMarketCap и начинают покупать те монеты, которые выросли больше всего за последние сутки. При этом продают то, что больше всего упало за последние сутки. При этом делают это абсолютно на все свои деньги. Это фатальная ошибка. На самом деле люди, которые делают огромные деньги на криптовалюте, покупают ее тогда, когда она больше всего упала, а продают, когда больше всего выросла. Суть в том, что если ты веришь в проект, ты покупаешь его после массивных падений, но продаешь после массивного роста. Это звучит очень просто, но почему-то люди в основном делают наоборот. Вопрос, который из этого вытекает, а во что верить-то? В какие проекты тебе стоит верить? Я не могу говорить тебе, во что ты веришь. Я рассказываю тебе о том, во что верю я. И одним из таких векторов является игровая индустрия, основанная на блокчейне. Криптогейминг, NFT-гейминг, DeFi-гейминг, блокчейн-гейминг и так далее. Есть монеты из разряда «Играй-зарабатывай», например. Это экосистемы, которые строятся вокруг игр и взаимодействуют с блокчейном. Это еще одна крупнейшая цифровая индустрия будущего. Социальные сети сегодня – это метавселенная в будущем. Об этом даже Цукерберг начал говорить. Игровые вещи будут превращаться в NFT. Игровая индустрия будет становиться криптогеймингом. Это будущее этих индустрий. И, конечно же, в этих индустриях будут проекты, которые смогут давать 100 иксов прибыли абсолютно легко. Это значит, что индустрия, которая сегодня хвастается объемами в сотни миллиардов долларов, в будущем похвастается уже триллионами. Что ж, после того, как мы осознали перспективы того, куда двигаются некоторые ответвления криптовалютной индустрии, давай перейдем к конкретике. Я нарисовал эту простейшую табличку. Она изображает схематически то, о чем мы будем говорить. Мы должны понимать, что инвестирование в криптовалюты, особенно в очень ранние молодые ее ветви, супер рискованное занятие. Поэтому на некоторых альткоинах мы точно можем потерять абсолютно все. Например, на этом альткоине, в который мы вложили 1000 долларов, мы потеряли 80% и у нас осталось всего лишь 200 долларов. Однако, вот этот альткоин, в который мы вложили 1000 долларов, принес нам 5 иксов, а значит 4000 долларов чистой прибыли. Суть в том, что я попытался отобразить самый реалистичный твой путь. Твое мышление должно быть цикличным, твой план должен быть цикличным. Здесь я вкладываю 10 тысяч долларов, но ты можешь взять этот же план и для 1000 долларов. Просто в каждой из 10 проектов, что ты выберешь, ты должен будешь вложить не 1000, а 100 долларов. Вот так, например, как я это сделал в своем новом экспериментальном портфеле, который сегодня создал. 100 долларов в 10 проектов. Как выбрать эти 10 проектов? Ну, конечно же, только своей головой, потратив время и усилия на изучение рынка, искать криптообщество сильных проектов, которые действительно решают реальные проблемы. Ты возьмешь 10 тысяч долларов и закинешь их в 10 разных криптовалютных проектов. Это не обязательно могут быть монеты, это могут быть и NFT, например. Реальность в том, что монеты оцениваются в долларах США, а NFT в эфириуме. И даже если в эфирах цена NFT не растет, то с ростом эфира в долларовом выражении NFT будет расти. Вот такая диверсификация. Среди твоих 10 проектов будут монеты, что дадут 20, может даже 100 иксов. А будут и те, которые упадут на 50%, на 80%, на 70% и даже на 90%. Возвращаясь к тому, о чем мы говорили в начале. Если ты выбрал эти проекты и купил их на массивных просадках, в предстоящем был ранее надеяться на 10 иксов вполне реалистично. Как ты видишь, с одной инвестиции ты получил 14 иксов, с другой 50% убытка. Ну а в целом, твоя инвестиция в 10 тысяч долларов где-то потеряла, где-то умножила и превратилась в итоге в 68 тысяч долларов. А значит, чистая прибыль 58 тысяч долларов. Это опять же схематически, для каждого случая будут абсолютно свои цифры. Но нужно учитывать также и налоги. В своей книге про план выхода из криптовалюты я описывал также и налогообложения в разных странах. В том числе и для России. Это отрывок из моей книги. Мы видим, что налог в России это 13%, но если прибыль превышает 5 миллионов рублей в год, то взымается уже 15%. Допустим, человек заработал 6 миллионов рублей, тогда с 5 миллионов ему нужно заплатить 13%, а именно 650 тысяч рублей. С оставшегося же миллиона будет взыматься уже 15%, то есть 150 тысяч рублей. В целом придется дать 800 тысяч рублей. Вот такие налоги, ребята. Пример, если ты купил криптовалюту на миллион рублей, а продал за полтора, то налог нужно платить с 500 тысяч, но при этом нужно доказать это еще. Есть один неудобный момент. В большинстве случаев у тебя не будет никакого договора купли-продажи криптовалюты. Ты просто купил ее, например, с карты прямо на бирже. Можно ли относить к подтверждению этой покупки скриншоты из личного кабинета биржи и банковской выписки? Не всегда. В таком случае государство может обложить налогом не только твои доходы в 500 тысяч рублей, но вообще весь капитал в полтора миллиона рублей. Какой лайфхак советуют юристы? Указывать в декларации только сумму своего фактического дохода. В нашем примере это сумма в 500 тысяч рублей. В этом случае налог ты будешь платить только с этой суммы. Возвращаясь к нашему гайду, мы платим налог с нашего дохода, а наш доход 58 тысяч долларов. Итого твои 10 тысяч изначальных инвестиций превратились в 60 тысяч долларов. Кстати, в США налоги гораздо выше. Там за прибыль в 58 тысяч долларов пришлось бы заплатить чуть больше 19 тысяч долларов или же около 33%. Так что обналичивать крипту выгоднее в России. Итак, 10 тысяч долларов за цикл у тебя превратились в 60 тысяч долларов после учета налогов. Это 6 иксов и это очень реалистичная цель. Кстати, на биткоине скорее всего будут самые маленькие иксы из всех возможных в криптовалюте. Итак, мы превратили 10 тысяч долларов в 68 тысяч. Заплатили налоги, осталось 60 тысяч долларов. Еще десяточку мы вывели, чтобы вернуть свои изначальные вложения. Итого у нас остается 50 тысяч долларов. Мы окупили свое вложение и получили прибыль. Что мы делаем дальше? А дальше мы набираемся терпения и ждем огромного краха рынка. Вот почему я говорил, что твой план должен быть цикличным. Твое мышление должно быть цикличным. Ведь криптовалюта это циклы. Новые проекты в криптовалюте это всегда волна возбуждения народных масс. Вот пример. Мы взлетаем как сумасшедшие, но затем люди остывают и мы наблюдаем вот такие огромные падения. Еще один пример на Солане. Мы видели, как люди очень сильно возбудились этим проектом и довели его цену до 60 долларов. После чего она обвалилась до 19 долларов вот здесь. Тоже неплохая скидка. Сэндбокс рос до 1 доллара на пике. После чего обвалился до 20 центов. Кстати, мы покупали его в ноябре 2020 за 4 цента. И я думаю, что это еще не предел. Он может легко стоить 8 долларов в будущем. Почему? Потому что Сэндбокс это лидирующий проект, взорождающийся метавселенной. Но об этом может быть отдельно поговорим. Эти падения, это даже не медвежий рынок. Это просто локальные коррекционные движения. Но даже их можно и нужно подбирать для тех проектов, которые ты для себя обнаружил и в которые ты веришь. Нашел 10 таких проектов, подождал массивных коррекций, а они будут и накапливаешь свой портфель. Лично я верю, что после достижения пика биткоина в этом цикле нас будет ожидать новый медвежий рынок. Настоящий медвежий рынок. Его бояться не стоит. Медвежьи рынки это самое благодатное время, когда можно заложить основу для того, чтобы в будущем заработать баснословные богатства. Не побоюсь этого слова. В таких медвежьих рынках мы вполне можем увидеть подобные графики на альткоинах. После массивных пиков криптовалюты они будут очень жестко падать и очень долго болтаться на дне. Как например кардана. Это ее график в медвежьем рынке 2018-2020 годов. Она упала с 1 доллара до 1 цента. Огромная скидка и огромная возможность. Ведь в этом году в новом бычьем рынке она выросла до 3 долларов. После того, как падала до 1 цента. Сделав почти 300 иксов. Как мы понимаем этот медвежий рынок. Это огромная возможность. Суть в том, чтобы взять свои 50 тысяч долларов, которые у нас получились. С вычетом налогов и той десятки, которую мы вернули. Затем дождаться этих падений, а еще лучше медвежьего рынка. Это как раз тот самый пункт, на котором многие люди отсеются. Они захотят покупать на коррекциях в 15, 20 или 30 процентов. Но на настоящем медвежьем рынке коррекция достигает 80, 90, даже 99 процентов. В момент настоящего дна медвежьего рынка, даже за слова покупать криптовалюту, тебя возненавидит все сообщество. В этот момент и нужно заходить в свои новые 10 криптопроектов, которые ты веришь и которые ты выбрал. Это звучит очень просто, но сделать это крайне сложно. Многие люди просто не смогут переосилить свою психологию, психологию рынка. Если ты купишь в такой момент, вот здесь, когда никто не хочет покупать, когда все кончено. Возможно, некоторые альткоины уже не восстановятся, другие едва ли отрастут обратно, а некоторые, как кардана, дадут тебе 300 иксов. Вот в чем заключается магия этого рынка. Итак, мы превратили 10 тысяч долларов в 50 тысяч долларов с помощью схемы, о которой говорили в начале. Затем ты просто сидишь и ждешь медвежьего рынка. Возможно, придется ждать даже год. Во время этого медвежьего рынка ты подбираешь 10 разных криптопроектов и вкладываешь в каждый по 5 тысяч долларов. В новом растущем рынке какие-то альткоины не смогут восстановиться. Ты получишь на некоторых 70, на некоторых 80, на некоторых даже 90 и даже 100% убытка. Скорее всего, на большинстве из них. Но окажется 2 или 3, которые дадут тебе 10 иксов, 25 иксов и даже 100 иксов. Эти проекты сумели построить комьюнити, сумели стать частью нового цифрового будущего. И принесли тебе 100 иксов на инвестиции в 5 тысяч долларов, превратили 5 тысяч долларов, 500 тысяч долларов, 5 тысяч долларов, 125 тысяч долларов, еще 5 тысяч долларов, 50 тысяч долларов. Так, за 48 месяцев ты превратил 10 тысяч долларов в миллион долларов на криптовалюте. Если у тебя нет 10 тысяч долларов, но есть 1000 долларов, подели это все на 10. Так, за 48 месяцев ты превратишь 1000 долларов в 100 тысяч долларов. переломив свою психологию научившись терпению и упорству на какие же проекты тебе следует обратить свое внимание об этом мы будем говорить на этом канале мы будем выкладывать новые видео касаемо этой темы но сейчас я могу сказать что кроме мета вселенной я бы хотел чтобы ты обратил свое внимание на такую прорывную технологию как крипто гейминг я думаю это будет будущее цифрового мира например токены из рода play to earn или игра и зарабатывай мы уже владеем такими токены мы уже давно владеем такими токенами как манна например сэндбокс мы уже почти целый год держим также мы покупали engine coin и кроме этого сейчас я смотрю на star atlas очень-очень вкусная монета по очень очень хорошей цене прямо сейчас я не хочу называть еще конкретное название ты можешь изучать это самостоятельно я лучше расскажу про топ альткоинов в других видео но чтобы не пропустить их обязательно подпишись на канал и нажми на колокольчик чтобы быть первым кто увидит новый ролик что ж надеюсь видео было для тебя полезными ты сможешь использовать его чтобы в ближайшие 48 месяцев полностью изменить свою жизнь я буду очень рад если благодаря этому ролику кто-то сможет этого достичь ну а если видео не было для тебя полезным надеюсь хотя бы развлекательным на этом все меня зовут богатейший ди подписывайся на канал телеграм ссылка на который в описании под видео делись видео с друзьями комментируя обязательно богатей до скорого субтитры сделал DimaTorzok и